Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Герой России, летчик-космонавт и политик. Депутат Государственной Думы Александр Самокутяев впервые провел личный прием жителей Заречного. У нас действительно ряд законов есть, по которым предоставление льготных площадей, да, жилых, ограничено тем, чтобы у человека вообще ничего не было. Прививайся, если хочешь быть здоров. В Заречный поступила очередная партия антиковидной вакцины. Это уже четвертая партия. В общем, это 2650 доз, это было из трех поставок. И вот тысячу доз, вот вчерашняя поставка. Дебержирак, Пушкин, Есенин, Высоцкий на сцене ДК «Современник». Народный артист России Сергей Безруков дал концерт в Заречном. Сегодня будут мои любимые бои. Великие бои, которые будут непосчастливы сыграть, взятые в кино. Все, что говоря, и вся жизнь моя состоит из моих ролей. В данном случае сегодня будут великие бои. И теперь об этих и других новостях подробнее. Герой России, летчик-космонавт, а ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Самокутяев встретился с зареченцами. Александр Михайлович, избранный депутатом Госдумы в 2020 году, впервые провел личный прием жителей закрытого города. Социальные выплаты на детей, ремонт дороги на чемодановские дачи, срок окончания ремонтных работ магазина на улице Ленина. На личном приеме депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Самокутяева в Заречном прозвучало более десятка вопросов. Герой России, летчик-космонавт, уроженец Пензы. Ныне он представляет интересы своих земляков, жителей региона, в главном законодательном органе страны и помогает в решении вполне земных проблем. Елена Гостяева обратилась к народному избраннику за помощью. Семья ее сына не может добиться получения государственной поддержки по ипотечному кредитованию. В 2019 году они поженились, обратились сюда местную администрацию, им сказали, ни по одной программе они не проходят. А им что, больше 35 лет? Нет. У снахи есть доля собственности, одна четвертая в Пензе, родительская квартира, так как были детьми, имеют долю собственности. У сына нет вообще ничего. Но по каким-то причинам на постановку по программе им отказали. Я в этой проблеме вижу одну зацепку, по которой вам мешают. Нам уходят причины, чтобы не дать. Это наличие доли жилплощади. Ну, видимо, так. Потому что у нас действительно ряд законов есть, по которым предоставление льготных площадей, да, жилы, ограничено тем, чтобы у человека вообще ничего не было. Зареченец Анатолий Медведев рассказал депутату Государственной Думы Александру Самокутяеву о проблемах с обеспечением льготными лекарствами. Его отец, инвалид первой группы, не получил необходимых медикаментов для амбулаторного лечения. Хотя, как уточнила начальник отдела администрации Заречного Елена Семенова, мужчине готовы оказать необходимую помощь в стационаре медико-санитарной части номер 59. В вашем случае сейчас нужно лечь в стационар, чтобы не подорвать здоровье. Три дня вас прокапывают бесплатно, вам сделают все эти ваши процедуры. Потому что другого выхода сейчас нет, вам никто сейчас не поможет. Вот честно. Я вам просто советую именно вот сделать. Используй такой вариант. Да, сейчас пока так. Личный прием депутата Государственной Думы в Заречном продлился более двух часов. На встречу с народным избранником записались 9 зареченцев. Александр Самокутяев внимательно изучил все обращения горожан. Решения по некоторым вопросам были найдены в ходе приема. Отдельные проблемы потребуют более детального рассмотрения и обращения в профильные ведомства и министерства. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И о ситуации с коронавирусом. В России за минувшие сутки выявили 10 535 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 278 750 случаев заболевания. Более 3 850 000 человек выздоровели. 87 348 пациентов спасти не удалось. В Пензенской области за сутки зафиксировано 158 фактов заражения коронавирусом. В числе заболевших 10 детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет. С начала пандемии в регионе выявлено 38 759 случаев инфицирования COVID-19. Свыше 35 000 человек вылечились. 446 пациентов скончались. В Заречном 3 марта подтверждено 8 фактов заболевания из числа ранее выявленных. Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. «Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет и пивак короны. Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме», – цитирует министра РИА Новости. Мурашко отметил, что последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий. «Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношения масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом и Роспотребнадзором», – напомнил он. Министр еще раз призвал всех быть ответственными и проявлять заботу о близких, особенно о пожилых людях. По его мнению, при соблюдении всех мер и активной прививочной кампании, коллективный иммунитет у россиян сформируется в первом полугодии. Прививку от COVID-19 сделали почти 33 тысячи жителей Пензенской области. Закончили вакцинацию полностью почти 13 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Заречном число вакцинированных первой дозой спутника ВИП превысило 2 тысячи. 1168 человек появились второй раз. Среди них – врач-эндокринолог медико-санитарной части номер 59 Елена Чекунова. Она одной из первых в городе прошла оба этапа вакцинации и настоятельно рекомендует своим пациентам последовать ее примеру, в силу своей профессии зная, насколько опасен коронавирус для людей с нарушениями работы эндокринной системы. Тем более, что никаких проблем с антиковидными прививками нет, и новая партия спутника ВИП в тысячу доз готова к применению. Врач-эндокринолог городской поликлиники Елена Чекунова одной из первых привелась от коронавирусной инфекции. На иммунизацию пошла вместе с мужем. Ему на работе тоже приходится контактировать с большим количеством людей. Никаких нежелательных реакций на прививку у супругов не было. Жалоб после вакцин, что после первой, что после второй, у нас никаких не было, то есть побочных эффектов вообще никаких. Поэтому перенесли мы все отлично, что первую, что вторую. Сделать прививку от COVID-19 Елена Чекунова настоятельно рекомендует и своим пациентам. Среди них много тех, кто страдает сахарным диабетом. Эта категория людей находится в зоне повышенного риска. У больных с сахарным диабетом коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме и дает самые большие негативные последствия. Поскольку сахарный диабет у нас протекает, как правило, совместно с сопутствующими заболеваниями. То есть и ожирение, и гипертония, и сердечно-сосудистые заболевания. Все эти заболевания, они как раз усложняют течение коронавирусной инфекции, приводят даже вплоть до летального исхода. Прививка поможет защититься от новой инфекции или облегчить течение заболевания. Дополнительных обследований для иммунизации не требуется. Нужно только знать свой уровень сахара. Противопоказание для прививки является только декомпенсацией диабета, выраженная. То есть это когда сахар больше 10 в крови. Осложнения сахарного диабета не являются противопоказаниями, только острые. То есть это либо кетоцидоз, либо низкий сахар, гипогликемия. Зареченцев прививают двухкомпонентной вакциной ГамковитВак, или, как ее еще называют, спутник ВИ. На этой неделе в медико-санитарную часть номер 59 поступила новая партия препарата. У нас началось с 27 декабря поставки, это уже четвертая партия. В общем, это 2650 доз, это было из трех поставок, и вот тысячу доз, вот вчерашняя поставка. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Проще всего через портал госуслуг. Если с этим возникают какие-то трудности, можно обратиться в многофункциональный центр или в его временное представительство в городской поликлинике. Также на вакцинацию записывают врачи-терапевты во время приема. Сотрудники медсанчасти просят горожан ответственно относиться к иммунизации. Если они не могут прийти на вакцинацию, все-таки же нужно сообщать в поликлинику, потому что вакцина, один флакон идет на пять человек. И очень обидно людям, которые пришли на вакцинацию, хотят привиться, а мы привить не можем, потому что флакон размораживается только когда пришли все пять человек, которые записались на вакцинацию. Делая прививку от коронавируса, люди заботятся не только о своем здоровье, но и о благополучии окружающих. Чтобы остановить распространение инфекции, необходимо вакцинировать 60% населения города. Ксения Тризнов, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный». Сеанс мгновенного перевоплощения. Так охарактеризовал свой моноспектакль Сергей Безруков. Лауреат Госпремии, народный артист России, актер театра, кино и телевидения, режиссер, продюсер и сценарист, певец, гитарист и рок-музыкант выступил в «Заречном» на главной сцене города. Концерт состоялся при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Серано Дебержирак, Пушкин, Есенин, Высоцкий за два часа перед зрителями предстали поэты разных эпох, характеров, каждый со своей трагической судьбой. Рассказывает Светлана Теплухина. Сомнений действительно не осталось. Характерные хрипотца в голосе, узнаваемые интонации, трагический надрыв и мощная энергетика. Владимир Высоцкий, воплощенный Сергеем Безруковым, правдив и искренен. Так же, как и его собратья по Перу, жившие в разные эпохи и представшие перед зареченскими зрителями благодаря всего одному актеру. «Сегодня будут мои любимые поэты. Великие поэты, которые будут не посчастливы сыграть взятые в кино. Все, что говоря, и вся жизнь моя состоит из моих ролей. В данном случае сегодня будут великие поэты. И я покажу вам каждую из этих поэтов. Я хочу, чтобы вы почувствовали их энергетику, как будто он сын действительно. Аминь». Без грима, без костюмов, только детали, лишь намекающие на эпоху и на живущего в ней поэта. Вот в руках актера маска с огромным носом. И перед нами герой Эдмона Растана Сиранода Бержерак, поэт, философ и романтик. «Я сердце подробно. Завтра в час свидания. Отдайте мне взамен свое, чтобы познать оно могло, мое страдание». «Он был поэтом, но поэт не создал, зато всю жизнь свою он прожил, как поэт». Мгновенное перевоплощение и неукротимый француз-гасконец уступает место солнцу русской поэзии. «При ней задумчиво стою, свести очистнее, не от силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю». Пушкин – легкий, изящный, темпераментный, такой же, как и его стихи, которые словно созданы для того, чтобы их петь. И вновь волшебная метаморфоза, и вот уже на сцене иная эпоха, и совсем другие стихи и музыка. «Шла душа из Тамбова, потеряла две доски, доктор лечит от болезни, докторица, ой, знаете, да, от тоски». Свой народный рязанский поэт Сергей Есенин. У актера к нему особенное отношение. «Такой абсолютно народный, очень такой свой, очень свой, с этой гармошкой, с этой абсолютно по-русски. Хотя он, конечно, с хитрецой был, как все крестьянские дети. Он все-таки был крестьянным, но он был великим русским поэтом. И Сергей Сергеевич Александрович очень люблю. Я вырос на его поэзии, поэтому мне он очень близок». «Потому что я сел, что луна там огромней в сто раз. Как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских расторий». С рязанских полей на московскую сцену. От белокурова хулигана к харизматичному актеру и барду. «Все как-то привыкли. Актер Высоцкий, бард Высоцкий, исполнитель своих собственных сочинений. А вот обои эти Высоцками хотелось бы сказать отдельно. Давайте сейчас представим сегодня нас в заречном концерте Высоцкого. Давайте почувствуем эту атмосферу, совершенно потрясающую атмосферу концерта Владимира Высоцкого. Микрофон и гитара». И этого вполне достаточно, чтобы поверить. Перед нами действительно Владимир Высоцкий. И начать подпевать песням, которые когда-то слушали еще на катушечных магнитофонах. «И я как по Богу, вдоль реки, Свет от тьмы небога, В чистом горе, Элазерги и дальняя дорога». Сиранода Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий За два часа перед зрителями прошли поэты совершенно разных эпох, Но с удивительно похожими своей трагичностью судьбами. Из их таких противоречивых характеров, Словно мозаика сложился портрет талантливого и многогранного актера. Моноспектакль народного артиста России Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино» состоялся в заречном благодаря программе «Территория культуры Росатома». Это первое гастрольное выступление на главной сцене города После года коронавирусных ограничений. И хотя зал пока разрешено заполнять только наполовину, Это ничуть не уменьшило эмоциональности зрительского отклика. На память о визите гость увез с собой неофициальный символ Закрытого города с открытой душой. О волшебстве переуплощения. Об искренности актера на сцене. Об игре душой и сердцем, и второстепенности грима и костюма. Самыми сокровенными секретами профессии Народный артист России, актер, режиссер, певец, музыкант Сергей Безруков Поделился с корреспондентами зареченских средств массовой информации. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока о спорте. Подведены итоги проекта «Сурский герой. Зима. Лыжный марафон» по Пензенской области. Состязания проходили в регионе с 4 января по 13 февраля 2021 года. За шесть недель к лыжному марафону присоединились 1206 человек. Среди них 58 жителей Заречного, 27 из которых были активными участниками состязаний. Победителями марафона стали зареченцы. Топ-50 среди мужчин возглавил Кирилл Воронков. Он преодолел за шесть недель более 1825 километров, опередив второго в рейтинге участника более чем на 238 километров. Топ-50 среди женщин возглавила Зареченка Екатерина Горяева, прошедшая за шесть недель свыше 1006 километров. Она оторвалась от прочих соперников более чем на 300 километров. В топ-50 среди мужчин вошли также зареченцы Руслан Орлов, Павел Ермаков, Артем Чувашов. В топ-50 среди женщин Анастасия Андрюшечкина, Анастасия Лапкова и Ольга Михалкина. Награды лидерам марафонов в Музее спорта Пензенской области вручил министр физической культуры и спорта региона Григорий Кобельский. Сразу после рекламы смотрите интервью народного артиста России, актера, режиссера, певца, музыканта Сергея Безрукова. А я прощаюсь с вами до следующей встречи на канале Заречный. За окном весна, а значит пришло время готовиться к новому посадочному сезону. И поможет вам в этом магазин «Наша дача», расположенный по адресу улица Комсомольская, 12, дробь 2. Здесь есть все, что должно быть в арсенале настоящего дачника. Вас порадует огромный выбор семян от именитых производителей. Партнер, гавриш, аэлита, сибирский сад. Ассортимент представлен как плодовыми овощными культурами, так и декоративными растениями и цветами. Как раз сейчас в магазине «Наша дача» действует акция. Скидка 10% на все семена перцев и томатов. В большом разнообразии здесь представлен и голландский лук-сивок. Уже в продаже сорта «Штутгартенризен», «Стурон», «Центурион», «Редбарон», «Геркулес». Поступили в магазин «Наша дача» и луковичные растения. Вас порадует выбор гладиолусов российской селекции, давно полюбившихся цветоводам. А также садовых роз. Один из самых востребованных сейчас товаров – грунт для рассады. В сети магазинов «Наша дача» вы также найдете в большом разнообразии. А плюс к нему – как универсальные, так и специализированные цветочные питательные смеси. Опытные садоводы знают, собрать богатый урожай не получится без должного ухода за растениями. Поэтому применяют разные добавки и удобрения. Не обойтись в этом деле и без вермикулита. Все эти товары вы также найдете в нашей даче. А еще посадочные кассеты, рассадницы, торфяные стаканы и таблетки, парники, ящики для рассады и многое другое по очень приятным ценам. Мне нравится этот магазин, я к нему очень часто хожу. Здесь огромный ассортимент. Здесь семян много, много удобрения, много земли. Это очень замечательно. И магазин, и продавцы, и обслуживание, и вообще все нравится. Я желаю, чтобы все сюда ходили. В магазине «Наша дача» вам всегда рады. Мы ждем вас по адресу. Улица Комсомольская, 12, дробь 2. Телефон 256797. Майонез «Слобода» «Провансаль» 99,90. Мегавыгода в Скидкино. Праздничное уравнение от «Лоле Антилоп». Покупка любой верхней одежды равно сумка в подарок. Только с 5 по 8 марта. «Лоле Антилоп». Тюльпаны 29,90 за штуку. Конфеты «Шоколеди. Тайные искушения» 99,90. Встречай весну вместе с магазином Скидкино. А что ты знаешь о создателях твоего города? Новый сезон конкурса «Слава Созидателям» – это отличная возможность узнать историю твоего города и получить ценные призы. Выбери номинацию. В формате видео «Передай привет в будущее» или в аудио формате «Запиши подкаст о Созидателе». Выполни условия конкурса и жди результатов. Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте. Подробности о правилах и сроках его проведения на сайте slavadfisosidatelem.ru Стиральный порошок «Персил» 279,90. Мегавыгода в Скидкино. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегии «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Росатома «Страна Росатом» Росатом «Страна Росатом» Потом, конечно, пошли в школьные спектакли. Я играл Ромео, тоже отец ставил. К юбилею Победы, 45 лет Победы было, и отец ставил спектакли о войне. Арбузов мой, беда Марата, я играл там роль. Читал Симонова «Горят города под девять полчищи». Какие-то из этих стихов, допустим, Симонова до сих пор я читаю. И на ютюбе даже где-то выложены записи этого стихотворения. Но вот первый раз я прочел Симонова «Горят города», когда мне было, по-моему, 13 лет. Так что я еще в школе выходил. Надо сделать хорошее что-то, но кому, для чего. Это может быть только работа для себя самого. Но что для других, что для многих, что для близких друзей. Искусство перевоплощения в том и заключается, что ты получаешь невероятное удовольствие от того, что ты на сцене, становишься другим. Все мысли, чувства, эмоции становятся эмоциями другого человека. Допустим, сегодня я перевоплощался. Это было мистическое преображение, когда ты перевощаешься из одного в другого, второго сразу, мгновенно. Другая энергетика, другая пластика, другие глаза, все другое, да, меняется, человек меняется. В этом есть искусство перевоплощения. Но для этого надо почувствовать это по-настоящему. По-настоящему здесь нельзя играть. Ну, как мне кажется. Я закончил школу студии МХАТ, у меня мхатовская школа. Отец ее заканчивал, и он меня учил по-мхатовски. С верой в предлагаемые обстоятельства. Если мой герой такой, то я верю, что я и есть тот самый герой. Тут интересно смотреть, наверное, когда они сразу подряд идут, да, тогда видишь изменения. В общем, я не сторонник здесь грима. Можно, конечно, грим, в гриме это еще посерьезнее. А когда без грима просто это происходит сразу, в секунду буквально, когда ты меняешься. Другая пластика. Все другое, как будто группа крови меняется. Они, конечно же, их объединяет то, что они были гениями и очень ярко жили, очень ярко, эмоционально. Но то, что они все такие разные, легкие, воздушные. Пушкин очень изящный, с его темпераментом араба и в то же время его легкость, его трагедия. Сергей Александрович, такой абсолютно народный, очень такой свой, очень свой. С этой гармошкой и с этой абсолютно по-русски. Хотя он, конечно, с хитрецой был, как все крестьянские дети. Он все-таки был крестьянным, но он был великим русским поэтом. И Сергей Сергеевич Александрович я очень люблю. Я вырос на его поэзии, поэтому мне он очень близок. И, конечно, Владимир Александрович Высоцкий, потому что это отдельно вообще какой-то космический, какой-то, я не знаю, как говорили, да, астероид, комета какая-то совершенно фантастическая. С его темпераментом, с его харизмой. Там в кино было, конечно же, с одной стороны тяжело, с другой стороны там все-таки еще и грим помогал. То есть ты превращаешься целиком полностью, не только физически, но ты еще и внешне похож на него. Но это требовало большой самоотдачи. Это все не просто. Я просто, я, может быть, сегодня даже продемонстрировал, насколько это тяжело, насколько каждый раз ты тратишься. Когда, особенно если это подряд идет, то каждый раз себя рубцевать по нежной коже, как писал Есенин. Быть по этому, это значит тоже, если, правда, жизнь не нарушить, рубцевать себя по нежной коже. Кровью чувств ласкать чужие души. Вот кровью чувств ласкать чужие души и вдрызг вот так вот совсем себя не щадя. И только так, я считаю, что если мне позволено Господом Богом, я же не выбирал, так получилось просто в моей жизни, что они есть у меня. Многие играют исторических личностей, не только я. Многих персонажей я сегодня не назвал, чтобы у нас далеко за полночь не ушло. Потому что, в принципе, вообще не могло быть. Мы вспомнили еще и бандита моего, и участкового, может быть, вообще всех вспомнить. Еще даже Борис Федорович Годунов, в принципе, из последних, да. Кто-то уже оптимистно смотрит, уже Нестеру воспринимает, Дмитрия Нестеру, как нашего разведчика, нашего, да, МИДовского работника. Ну, разведчика, конечно, разведчика. Да, но с совестью и, в принципе, действительно настоящий советский человек. Вот поэтому ролей очень много, и они разные, и не только великие. Но когда ты играешь людей известных, таких, как, не знаю, Высоцкий действительно, Есенин или Пушкин, то есть степень ответственности колоссальна, потому как увидят, так и будут воспринимать. Может быть, похожим, менее похожим внешне, но все равно складывается ощущение, что как будто похож. Да, вроде бы, действительно, вроде бы и лицо даже становится похоже. У меня такие случаи волшебства бывали, когда он нос вытягивал сам по себе. То есть происходили такие волшебства впечатлений у зрительства, когда ты видел синий человек, когда и голос, и глаза превращались, когда и все начало дрожать, и голос задрожит, и хрипотца вдруг идет такая, откуда она, что это, я не знаю. Ну, какие такие волшебные вещи происходят. Сегодня я особенно хриплю, но изменить она нас не рискую. Ведь если я душою погреблю, ни за что не выбрали кривую. Но самое главное превращение вот здесь, внешне ничего не даст. Внешне, наверное, любой, может быть, даже мечтающий об этой профессии актерской, может надеть, там, не знаю, парик, бакенбарды наклеить, цилиндр надеть, и, в принципе, вроде бы Пушкин. Вот здесь, если здесь вот что-то такое волшебное происходит, вот здесь когда ты как бы впускаешь в себя, и вот что-то такое вот происходит. Глаза меняются, все, руки меняются. Самое главное, внутри вот эта вот, может быть, душа, да, она как бы откликается, может быть, да, как начинает резонировать. Мало ли, сейчас можно было бы это, наверное, изучать более серьезно. Но что в этом моменте происходит? Какой-то резонанс. Ты попадаешь в какой-то резонанс определенный, начинаешь звучать. Вот, так что это довольно-таки сложно, это непросто, и самое главное, что это действительно с большой затратой энергии. Только так, я не умею иначе. Но знаю я, что живо, а что спято, я не понял все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора по счастью не дано. Я не могу на сцене не тратиться. Мне так отец научил, так тратился всегда. Олег Павлович Табаков, мой учитель. Тратиться, тратиться на сцене. Если ты не чувствуешь, если ты уже нет этого волнения, вот этот бом-кураж, когда ты волнуешься, когда ты живешь на сцене, если этого нет, надо уходить из профессии. У меня это есть, я счастлив. Энергия, я не знаю, бывает ее совершенная. Практически нет. Выходя на сцену, думаешь, усталый сегодня, не могу, просто уже выжатый как лимон. Зритель. Ты выходишь. Конечно, когда, допустим, я был совсем юным, когда меня еще никто не знал, мне приходилось доказывать, когда я играл Есейна в Ермановском театре, в 100-летие с дня рождения поэта, в 95-й год, меня еще никто не знал. Я был артистом табакерки. Я выходил, да, я был блондином, я был круглее еще такой, весь такой, абсолютно такой, даже вот смотришь на тебя, мне было 22 года и думаю, ну вот абсолютно, вот тогда я был похож на Есейна, сейчас нет, а тогда был действительно вот лицо, кругленький такой здесь вот такой, действительно, ну вот шел к этому давно. Но тогда приходилось доказывать, и я рвал душу практически, каждую сцену я рвал, чтобы в конце услышать те самые овации, которые я теперь, может быть, заслуженно, поскольку уже много этой профессии занимаюсь, лет мне уже 47 лет, поэтому, когда выходишь в зал, тебя принимают, и, конечно же, когда ты приходишь, тебя аплодируют, это уже некое такое доверие зрителей, когда они аплодируют тебе и ждут, а дальше ты должен сделать так, чтобы они не ушли разочарованными. То есть, с одной стороны, вроде бы, ну, меня и так уже принимают, я вышел, поздоровался, и зал меня аплодирует, да, потом еще немножко улыбнулся, и люди уже устраивают овацию, они рады меня видеть, они, ну, потом надо доказать, что они тебе не зря аплодировали. Вот это уже следующий этап, то есть сначала тебя встретили, а дальше вы не зря сегодня пришли, я сегодня отдам всю свою энергию. Но в этот момент есть, конечно, такая подзарядка, когда тебе дали эту энергию, ты ее получил, а дальше ты отвечаешь еще вдвойне, потому что она как аккумулятор какой-то, ты подзарядил его, свой аккумулятор, да, и дальше отдаешь, уже он просто работает, работает, работает. Сейчас уже, понятно, выдохнул, а на спектакле вот что-то происходит. Почему говорят, что сцена лечит, сцена дает энергию. Я вот не знаю, Олег Павлович Табаков, он вроде бы и ходил плохо, в последнее время-то, ну, просто, и как-то я всегда думал, Олег Павлович, дорогой, вам нужно меньше играть, ну, он уже в возрасте, да, ну, зачем ему столько ролей, а я понимал, что ему это необходимо, он на сцене живет, то есть насколько он на сцене был вот таким живым, подвижным, потом выходил, да, и тяжело вроде бы пройтись, но сцена, сцена дает ту самую энергию, для артиста тем более, на сцене артист переображается. Волшебство. Волшебство. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»